Данное видео содержит критику оценку действий в каждые высказывания, которые могут вызвать недовольство криворожских коррупционеров, казнокрабов и членовых семей. Право на соборное высказывание своих суждений защитается статья 34 Конституции Украины, а также статья 30 Закона Украины об информации. Автор высказывает свое субъективное мнение. Привет, друзья, это Кризалис. Скажите, вот уже совсем-совсем чуть-чуть осталось, скоро Зеленский таки приедет в Кривой Рог. И как вы себе представляете встречу президента и мэра? Я ее себе представляю примерно вот так. Слушай, ты, сучи пес. Значит так, не будешь справляться со своими обязанностями? Я тебя на ноль помножу, понял? Я вообще в шоке. Сядь. Ну а теперь давайте к подробностям. Во-первых, президент уже находится в Днепре совсем недавно. Туда приземлился самолет с первым лицом государства. Там уже в аэропорту его встречала масса журналистов, и они готовы с ним были пообщаться. Что из этого получилось, я думаю, следует смотреть на телеканалах. Что касается Кривого Рога, то здесь, как только узнали, что президент летит к нам, начали быстрыми скорыми темпами на скорую руку, как это всегда делается, наводить марафет. Даже ночью мне сообщили, мои источники, так сказать, сообщили, что дорога вдоль педуниверситета ремонтировалась, ремонтировался асфальт. Молодцы! Мерзавцы! Что касается двора, где я живу, то это и ночью. Не знаю, почему ночью, наверное, это какая-то традиция. Приехали автодорожники и засыпали ямы щебнем. Огромная куча щебня теперь закрыли все эти кратеры, как на луне. И, блин, я не знаю, теперь, наверное, с МКС не будет видно, какие огромные ямы на дорогах, во дворах, в Кривом Роге. И мэр в этом плане просто тупо молодец. Подумаешь, еще и вышивать смогу. 20 лет класть болт, а теперь класть щебень. Это великолепно. Но и это еще не все. По всему Кривому Рогу резко начали вспоминать о том, что у нас прошел ураган, повалены деревья, нет электричества и нет воды. И начали устранять эту проблему. И все это лишь для одного. Для того, чтобы жители города не смогли нажаловаться президенту, что мэр у нас конченый Гондон. Это очень забавно. Кстати, насчет Гондона у меня есть интереснейший факт. На одного человека в Киевской области мэр подал суд за то, что тот назвал его Гондоном. И доказал в суде, что имел в виду не контрацептив, коим на самом деле является тот мэр, а писателя-фантаста Ива Гондона из Франции. Поэтому, почему бы не называть и нам своего горячо любимого мэра Гондоном, потому что он откровенный фантаст. Замечательно, поразительно, гениально. И вот еще что. Сейчас я вам расскажу программу, с которой приехал президент Украины в Кривой Рог. А то я из-за вас вторую неделю не могу в отпуск уехать, в эти сучи сочи. Во-первых, в 14.15 он будет возле КНУ. Изначально планировалось в 15.15, но после перенесли на час. И еще в планах президента посетить набережную вдоль КМК. Ту набережную до сих пор не доделали, потому что деньги все. Тю-тю, наши налоги уже уехали по карманам, по офшорам на Мерседесы и виллы в Чехии. Добывайте. После набережной наш президент поедет в больницу. И в какую больницу, как вы думаете? Наверное, в ту, где самое ужасное состояние медучреждения. Может быть, в роддом на площади освобождения, где из всех палат только в двух есть горячая вода. Нет, не в эту. Он поедет в шестую горбольницу, где новый охеренный перинатальный центр, где в принципе все достаточно хорошо. Но это согласно плану. Как будет на самом деле, как они будут подстраиваться и куда поедут, точно не знает никто, ну, кроме них самих. Мне лишь сообщили, что будет вот такое вот движение нашего гаранта Конституции. И мне безумно интересно, действительно ли вот то, что он говорит там в Борисполе или в Закарпатской области, это правда? Ну, то есть он реально вот так настроен бороться с коррупцией или это предвыборная агитация? А выбирай-то месть! Из двух пидорасов выбирай месть! Как вы думаете, естественно, естественно, такие слова, которые он говорит там этим коррупционерам... Выйди отсюда, разбийник ты! Плохо чуешь меня? Жуликам и ворам, они действительно влияют на осознание избирателей. И будет ли он продолжать такую риторику после выборов? Как вы считаете? Ну, а я в свою очередь пойду готовиться к приезду президента. К сожалению, мы не успели пройти аккредитацию, поэтому лично меня там не будет. Но будет масса других журналистов и информации о его приезде будет много. Поэтому не упустите и не пропустите. Я же, тем не менее, планирую побывать на мероприятии. Если получится, пройду. Если не получится, поспрашиваю у жителей нашего города, чего они ждут от президента и кого бы они хотели, чтобы тот уволил. Ну и, может быть, еще что-нибудь спрошу. Огласите весь список, пожалуйста. Итого у меня в планах на сегодня выпустить три видеоролика. Это интервью с Юлием Морозовым, это информация по поводу приезда президента, отдельное видео я планирую сделать. И это соцопрос наших горожан, чего они ждут от президента и какой бы вопрос хотели ему задать. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки и не забывайте, мэр у нас сучилось. А все остальное, то такое. Субтитры сделал DimaTorzok